Здравствуйте! Есть такой американский фильм «Чем заняться мертвецу в Денвере». Сегодня мы поговорим о том, чем заняться москвичу в празднике. Ведь если сравнивать с новогодним и майским опустошением Москвы, то можно сказать, что город ну хоть не вымрет, но замрет. На неделю можно позабыть о заторах на трассах. Все пробки в 10 баллов переместятся с московских дорог на взлетно-посадочные полосы аэропортов. Гости нашей программы это создатели проекта Mosen Travel Ирина Цуканова, а также основатель городского блога Кози Москоу Юлия Петрова и гендиректор сети Турагент 1001 Тур Сергей Ватузин. Всем здравствуйте! Добрый день! Вы в эфире. Ну, начнем, наверное, с экзотических проектов. Есть не просто путешествия, а больше, чем путешествия. Арт-экскурсии. О таком проекте расскажет его основатель Ирина Цуканова. Mosen.Travel Тревел, имейте в виду, уважаемые радиослушатели, если будете искать в интернете, Тревел это такое доменное имя, как ru, как com. Пожалуйста, Ирина, вам слова. Ну, наш проект вырос действительно из культурной сферы. Я занималась несколько лет управлением галереями современного искусства в Москве. И я пришла не из туристического бизнеса, а скорее с другой стороны. На сегодняшний день проект соединяет в себе сферу искусства, культуры и туризм. Когда-то на одной из лекций по истории искусства наш лектор, который, кстати, сегодня по итогам года признан лекторием «Умная Москва» лучшим по результатам года, сегодня вечером будем участвовать, Олег Чернышев, он рассказывал о мозаиках Равенны и очень эмоционально сказал, ну, конечно, вот тут на слайдах, что могу вам показать, если бы мы поехали туда, то вы бы почувствовали по-настоящему, что это такое, и погрузились в византийскую историю. И кто-то из зала сказал, ну, а в чем же дело, давайте соберемся и поедем. И вот так спонтанно, надо сказать, что никто из этой аудитории в результате в поездку не поехал, поехали мы не в Равенну, а в Рим, но с этого началось. И два года я занималась тем как хобби, а когда 95% людей, которые с нами отправились в такое путешествие, стали возвращаться и говорить, куда едем дальше, и переводить друзей, то это стало уже перерастать в какой-то, ну, мне понадобился просто туристический партнер, потому что я сама не могла с этим справляться, и, в общем, не стремилась к этому. И вот на сегодняшний день с марта 2013 года существует такой проект Молзен Тревел, который вошел в состав туристического холдинга Зеленский корпор Тревел Солюшин, и мы ежемесячно отправляем группы концепция наших путешествий, это путешествие с экспертами, то есть мы считаем, что очень важен проводник. Больше, чем гид. Больше, чем гид, да, поэтому мы назвали их экспертами, это вовсе не гид, наши эксперты это искусствоведы, писатели, дизайнеры, художники, философы, мыслители, ученые, самые разные люди, но которые умеют, кроме того, что владают уникальными знаниями, умеют общаться с людьми и не академично, а очень живо и очень глубоко погружать в историю страны, место, культуру, и показать нашим путешественникам те места, открыть те двери, в которые сами вы, существование которых вы, может быть, просто не знаете, даже побывав много раз в Риме, но даже если узнаете, то вряд ли сможете сами туда попасть. Потрясающе, Ирина. Блог о местах для завтрака, окромных уголках старой Москвы, музеях и галереях, кафе, маршрутах для прогулок, кинотеатрах, катания на велосипедах. Мы сейчас говорим о внутреннем туризме и поговорим с основателем городского блога kozimoscow.me есть такая тоже доменная зона с Юлией Петровой поподробнее и в двух словах. Ох! Золотая середина. Наш блог, он уже три года почти существует, и вообще цель была такая, когда я его создавала, показать москвичам, что Москва на самом деле хороший город, и в нем можно жить не хуже, чем в Европе, куда мы все так стремимся, в любые выходные, на любые каникулы, на майские, на новогодние. Достаточно уйти с центральных улиц. Да, просто сейчас считается признаком хорошего тона уехать. Ни в коем случае нельзя остаться, это неправильно, пора валить, и всякое вот такое, как пишут в статусах на Фейсбуке. Но вот у меня другая точка зрения. Я, например, ни разу не уезжала ни на майские, ни на новогодние праздники. Я, например, считаю, что именно в эти вот дни, в эти каникулы длинные стоит находиться в Москве, стоит тут жить, потому что город опустевает все или сидят дома и культурно отдыхают там как-то. Либо уехали на дачу, деревню или за границу, куда-нибудь уехали. И остается, мне кажется, вообще четверть населения даже остается в городе, которые способны еще передвигаться как-то еще по этому городу и какие-то искать развлечения. Поэтому вот мы считаем, что в Москве хорошо, и в новогодние майские каникулы особенно хорошо. Отлично. И сейчас вопрос Сергею. Ну, понятно, что Сергей занимается традиционным внешним, если можно так сказать, туризме. Вот у меня тут сразу такой отдельный вопрос. Насколько понятие горячий тур соответствует цене? Действительно ли такие путевки дешевле аналогичных только на более позднюю дату? Или метку горячую ставят, чтобы привлечь покупателя и по-быстрому? Ну, скажем так, в 95% случаев действительно это метка, которая достаточно условная. Вы разочаровались сейчас. Вы разбили мое сердце. Есть реально там 5%, которые реально горящие туры. Но тут вопрос... В Египет за 8 тысяч. Вот сейчас прям можно ехать. Только что посмотрел на вашем сайте. То есть прерываем передачу и на самолет. Да, да, есть такие ситуации, но их действительно немного. Часто бывает, что туроператоры не совсем правильно планируют спрос и снижают цены. Но горящие вот в совсем правильном понимании это человек отказался в последний момент, грубо говоря, да, и она продается. Вот таких, конечно, единицы. И все равно нужно анализировать, сопоставлять. Действительно ли вот эта цена дешевле? Нужно сравнивать с другими порталами, с другими ресурсами. А лучше подумать, стоит ли тебе вот именно сейчас туда ехать? Да, но тут вопрос, что сопоставлять можно, когда есть время, есть выбор. Да, часто бывает, что выбора нет. То есть, допустим, у нас там, вот я посмотрел вчерашний день, практически был пиковым по заявкам за последние месяцы 4. То есть, огромное количество людей, которые вдруг осознали, что скоро Новый год и что неожиданно. И что ближайшие 10 дней непонятно, что делать. Насчет неожиданности, это, конечно, сюрприз, действительно, потому что вот Ассоциация туроператоров России провела анализ раннего бронирования путевок. Лето уже все раскуплено. Сейчас еще декабрь, еще можно сказать 13-й год, а уже лето 14-го года раскуплено. Это хорошая новость, наверное, для туроператоров. А плохая новость для людей, которые хотят саморазвиваться, то, что это опять Турция, опять Египет, опять Греция, опять Болгария, опять Эмираты, Италия, Чехия. То есть, вот люди как-то вот у нас консервативные. И тут забавная получается история, на самом деле. Наверное, никто открыто не признается, что он смотрит передачу Дом-2. Но почему-то передача Дом-2 достаточно высокие рейтинги. Да, соответственно, ну, не очень круто сказать. Это про строительство? Нет, это про туризм. Я хотел доказать, что я не смотрю программу. Вот, то есть, на самом деле, люди говорят, что фунт, надоело Турция, надоело Египет, а реально все равно основной турпоток, он идет туда, как бы не крути. Да, и то есть... Все включено. Ну, я как, я не смотрю Дом-2, я также могу сказать, что я очень редко езжу по тем маршрутам, которые у нас в основном продаются. Еще бы гендиректа турагентств. Но, тем не менее, получается, что все равно основной спрос такой, да, если ты хочешь строить большую компанию, тебе нужно, естественно, предлагать то, что нужно людям. Уважаемые радиослушатели, можете позвонить нам по телефону 65 10 99 6, как задать вопросы по внутримосковскому и внутрироссийскому туризму, так и по зарубежному туризму, а также рассказать о том, как планируете вы провести новогодние каникулы и, возможно, даже майские о своих предложениях, замечаниях или просто размышлениях. Также можете написать на сайт finam.fm вот еще одно необычное редкое доменное имя на страничку программы Paradox со своими вышеозначенными замечаниями. А в следующих четвертях мы поговорим про зарубежный внутренний и внутримосковский и внутрироссийский туризм поконкретнее, детальнее разберем страны регионы, разберем направления и сопоставим даже аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково. Оставайтесь с нами, прервемся на полторы минуты на выпуск новостей. Как говорят в Израиле, хорошее море мертвое море. Еврейское государство как туристическое направление еще хорошо тем, что туда можно лететь без виз. В четверг решил, в пятницу уже отправился и провел уикенд в израильских городах. Сейчас разберем другие безвизовые направления, кроме набивших оскомину Таиланда, Египта, Турцию, не забываем про Китай, правда не весь. Сергей, но наверное больше к вам вопрос, какие еще у нас туристические и благоприятные для россиянина в зимний период страны есть? Ну, во-первых, действительно Израиль, вы не зря с него начали. Буквально там 30 декабря можно уехать на Новый год. То есть это одно из немногих направлений, где сейчас еще есть места. Причем достаточно недорого. 24 тысяч на три дня, вот именно на новогодние. Вот я последние сайты смотрел. Ну, на три дня, может быть, на неделю там 32 тысячи будет стоить тур. А в какой город? В какой месяц? Не скажу, к сожалению, это нужно у нас на сайте посмотреть. Ну и по любым другим сайтам. Да, просто на самом деле ситуация какая? Буквально вчера готовили информацию, что там есть, еще осталось. И сегодня утром проверяли, там уже существенные изменения. То есть половины того, что было вчера, нет. То есть реально там разбираются. Ситуация меняется ежечасно. Да, да. Ну, Египет на самом деле есть. В Египте еще можно уехать на Новый год. Если говорить, допустим, про тот же самый Таиланд, то уехать можно только там числа 3 января. А в Египте больше не воюют уже? Все раскуплено. В Египте... Кстати, МИД, извините, рекомендацию до сих пор не снял. Не ехать. МИД России. На самом деле было объявление, что они ее снимают некоторое время назад. Но, честно говоря, никто особо за этим не следил. То есть когда в целом ситуация успокоилась... В целом, да. Вот вы хорошо сказали. В целом ситуация успокоилась. Ну, там буквально вчера или позавчера что-то происходило, но тем не менее у нас был провал месяца на 3, когда Египет куда-то ушел вниз. Но еще до восстановления отмены рекомендаций Египет уверенно вернулся на свое первое место. Ну, потому что реально там альтернативы по деньгам и там близости нет. Вот поэтому, как вам не противно, наверное, но Египет туристам нравится. Из более таких сложных направлений есть Шри-Ланка, на которую тоже можно улететь на Новый год. Тоже без виз? Да, без виз. Ну, как, там на месте визы ставится. Ну, то есть сейчас решилось, тут же купилось, после работы полетел. Где-то примерно там от 40 тысяч тур будет стоить. Ну, то есть выбор пока есть. Мозен Тревел. Вы куда-нибудь в безвизовые готовы отправить людей? Ну, у нас отправляется группа на январские уже, в январские каникулы с 6 января в безвизовую страну Грузии. Кстати, кстати, мы забываем об этих государствах. Родилась неожиданно. Вот на январь мы ее не планировали, но мы были в сентябре. Та группа, с которой мы путешествовали по Грузии в сентябре, во-первых, она вся полным составом у нас в апреле уже зарегистрировалась на поездку мы отправимся теперь в западную Грузию. Мы были, начали с Тифлиса, с Хет, Мтацминда и, в общем, таких очевидных вещей. А сейчас мы поедем уже в Ктаиси, Батуми и поднимемся в Сванетию, в горы, где главные христианские сокровища и, в общем, потрясающая природа. А в январе вот неожиданно был эффект, у нас совершенно светские программы, но Грузия настолько христианская и духовная страна, что там этой культурой, этой историей очень заражаешься. Не хуже Греции. Да, Греция, да, у нас тоже есть тур Греции по Византийским островам на яхте с византологом, это тоже потрясающе. Грузия, ну, все имеет некоторые отличия, не будем сейчас, наверное, на этом останавливаться, но Грузия здесь просто потрясла, покорила, увлекла именно своей христианской историей, и мы сделали такой тур, в общем, по запросам некоторых наших клиентов, присоединились новые люди именно на Рождество с посещением службы в главном кафедральном соборе. Там ощущение совсем другое от этого праздника, от этого действия, очень демократично, просто к вам выходит патриарх, и очень красиво, очень величественно, это на горе, и будет удалена часть программы, мы путешествуем по Грузии с писателем Игорем Аболенским, который половину своего времени и жизни проводит именно в Тбилиси, его ребенок там растет, и он написал много книг о Грузии, он работает с архивами, он в течение пяти лет встречался со святейшим Леем Вторым, и Браун его, беседовал, сейчас вышла книга этих бесед, и вот он нас погружает в Грузию, потрясающе, ну, шанса не влюбиться в эту, и без того удивительную страну просто нет ни у кого, и хочется возвращаться бесконечно. Я сейчас вспомнил фильм «Самая одинокая планета», не смотрели? Не, не припомнил. Это как раз про Грузию, про туризм по грузинским местам и горам, я вам рекомендую его посмотреть, чтобы, «Самая одинокая планета», чтобы и разбить это впечатление, потому что фильм на самом деле показывает скучный горный отдых, и он снят по рассказам, по циклу рассказам «Дорогостоящие поездки в никуда». Я вам могу ответить на это так, на самом деле, вот, например, я, если отправлюсь в Египет, который вы тут упоминали неоднократно, да, с такой негативной окраской, то я уверена, что я себе организую там увлекательный отдых, то есть вопрос, наверное, с кем и как, и кто, и чего ищет, потому что можно, конечно, приехать в самое потрясающее, удивительное место и пребывать в состоянии ворчания на сервис отеля весь отпуск и больше, в общем, ничего не заметить. Или лежать тюленем или-нибудь в бассейне. Да, никакие пять звезд и все включено не спасут. Поэтому каждый выбирает, наверное, свою точку, угол зрения, и, в общем, это вопрос человека, что он хочет найти и увидеть. Ну и про Грузию еще можно добавить, что на самом деле культура — это здорово, но а как же грузинская кухня? О, конечно. Мои знакомые тоже ездили в Грузию, они были в абсолютном восторге, их там кормили, поили, хачапурили. и поют, и поют, и поют. Грузинское многоголосье, да, но это все. На самом деле, культура, может быть, вам может показаться, что у нас такие вот мы про культуру, лекции. На самом деле, культура, она включает в себя, безусловно, знакомство с кухней, мы обязательно подбираем лучшие рестораны. Тосты. Да, мы об этом тоже говорим, и что такое лаверды, в общем. У меня знакомство в Грузии, это фильм про Шурика, как аскопленница. Мне кажется, там все так, как вот в этом фильме. У меня знакомый, у меня знакомый Тамада, он говорит, если он ведет грузинскую свадьбу, он может не работать. Поднимается, поднимается гостью. Кроме всех вышеперечисленных стран, куда можно въехать без виз, есть еще одна страна, без виза, это Россия, для россиян, и Москва, для остальных тоже людей, граждан России. Пока еще можно без регистрации сюда въезжать, по билетику, если что, показать, что вы вот на несколько дней, хотя и законы, ужесточающие пребывание, граждан России в Москве все-таки принимают. Что у нас по внутрироссийскому, по внутримосковскому отдыху? В этом году, мне кажется, мы прямо на какой-то европейский уровень вышли, по количеству, во-первых, иллюминаций, каких-то украшений, ярмарок, извините, одних сколько, развесили всяких чудо-инсталляции световые везде, на рождественске, на рождественске, например, кто не видел, висят фламинго, которого в народе прозвали уже птеродактили, потому что они весьма странные такие фламинго, но это какие-то художники великие делали, иностранцы, поэтому они такие, уцума каких-то мельниц красивых понаставили, то есть, во-первых, очень красиво в этом году украсили город, хотя уже ходят слухи, что там кто-то у кого-то украл, какие-то миллиарды, зато красиво. Это не слухи. Мы еще по погоде европейские заметили? Да, у нас абсолютно европейская зима, плюс два, ни снежочка, ни льда. Вот, так, ну и, конечно, куча интересных мест, куда можно сходить, во-первых, эти ярмарки красивые, новогодние, которые сейчас функционируют, вот у Храма Христа Спасителя Монастырская, в Камегерском переулке Гномья, там очень смешные указатели, гномом там, и все такое, вот, они и так, потом ярмарка Копенгагена и Оденса на Петровке, и на Манеже ярмарка городов Европы, они все работают до 8 января, так что, если кто-то еще не успел сходить, если у кого-то еще останутся деньги, я еще хочу сказать, после праздновения Нового года и раздать подарков, то можно туда еще сходить что-нибудь там посмотреть, ну, просто посмотреть, не обязательно даже покупать, катки, конечно, я вот не знаю, какая погода будет, если такая, как сейчас, плюсовая, то лучше идти на катки, конечно, с искусственным, Кругума, да, и в парке Горького, там все очень красиво, в парке Горького, кстати, искусственный лед, он не тает, так что, добро пожаловать, и в Кругуму то же самое, и в парке Горького, это вообще самый большой каток в Европе, то есть, есть чем гордиться, вот, а если будет минус, то я рекомендую пойти на маленькие катки, вот мы очень любим, недаром называется Козимоску сайт, кстати, почему Коззи? Коззи, потому что это вот уютно, удобно в переводе, комфортно, то есть, для меня моя Москва, она такая, и я хочу поделиться этой Москвой со всеми моими читателями, надеюсь, что у меня это получается, так вот, я рекомендую маленькие каточки в саду Эрмитаж и на Петровке, там очень уютно, а кроме того, в саду Эрмитаж стоят знаменитые французы с блинами, надеюсь, они будут стоять там, если кто в курсе, кто это такие вообще. А блины есть, а палатки с глинтвейном вообще появились у нас, нет? Ну, на ярмарках есть. Потому что очень сильно улучшает рождественское настроение, на самом деле. В парке Эрмитаж, там есть, сейчас там очень много тоже все появилось, там есть бутербро, такой дом, кафе с отличными бутербродами, недорожь, 200 рублей, с какими-то интересными ингредиентами, и потом там стоят ребята, чай, мои хорошие знакомые, разливают чай и печеньки, и, думаю, глинтвейн там тоже есть, или, по крайней мере, будет. Потому что в парке Эрмитаж, там тоже программа для детей будет каждый день все каникулы с первого по восьмое, каждый день что-то новенькое. Вообще, сейчас в парках, в каждом парке, даже в Бабушкинском, там, в Кузиминках, и в Сокольнике везде подготовили свою программу. То есть подальше от центра? Да, да, то есть необязательно даже в большом счете в центре ехать, там, в принципе, тоже что-то есть. Постарались наши деятели культуры, вот. Спасибо, Юля. У нас еще есть целых полчаса, целых полпрограммы для того, чтобы продолжить эти интересные темы. Звоните по телефону, уважаемые радиослушатели, 65 10 99 6, а мы прервемся на небольшой выпуск новостей. Еще одна поговорка, актуальная в празднике. Из любой ситуации есть три выхода. Домодедово, Шереметьево, Внуково, ну или площадь трех вокзалов. И не только трех. Продолжаем обсуждать и сопоставлять плюсы и минусы внутреннего, если можно так сказать, внешнего туризма. Вот по ситуации в аэропортах, Сергей, есть какие-то решения или все, Домодедово перегружено, чем все остальное? Ну, давайте разделим. Подъехать нельзя. Да, вопрос, сначала транспортный. На самом деле, вот неспроста, честные таксисты рекомендуют Аэроэкспресс. Да, проще всего. Единственное, что на самом деле ситуация бы в городе бы, ну, для туристов сильно бы улучшилась, если бы был единый центр, откуда отправляются Аэроэкспрессы во все три аэропорта. Потому что иначе тут мотаться на метро с чемоданом, естественно, не очень комфортно. И ночные еще Аэроэкспрессы запускать. Вот если у меня вылет в 7 утра, мне нужно быть в аэропорту в 5 утра, к сожалению, я на метро не успеваю, на Аэроэкспрессе не успеваю. Ночных Аэроэкспрессов нет, к сожалению. Да, да. Ну, а дальше, собственно говоря, перегрузка аэропорта, ну, опять же, каждый человек для себя выбирает сам. Да, кто-то осознанно летит куда-то там в Новый год, понимая, что в аэропорту будет полная беда. Я вот 10 дней назад летал в Прагу и Шереметьево, у меня было ощущение, что во всем терминале один рейс в Прагу. Абсолютно пустой аэропорт и ни души. Не зря его шариком называют. Да, 13 декабря никого, лети не хочу. На декабре почему-то, да, люди не едут, они копят силы и средства к Новому году. Ну, понятно, что 29-28 там будет убийство. И рейсы еще могут задержать. Да, ледяной дождь по этой погоде. Кстати, рекомендую вам все страховки покупать от задержки рейсов. Очень много предложений если по билетам сами оформляете. Ставьте галочку «Несколько сот рублей страховка задержки рейсов». Это компенсация времени потерянного плюс какое-то лучшее решение по завтракам и так далее. То есть на страховку, я считаю, жилетий. Страховка вообще очень ценная вещь, на самом деле. У меня была ситуация, когда я бронировал машину и там так хитро интерфейс сайта был устроен, что галочка «Страховка» была включена. Я уже хотел написать письмо в эту компанию, поругаться, потом плюнул. В итоге выяснилось, что эта штука спасла мне где-то тысячу евро, потому что я реально там поцарапал машину, мне все это дело компенсировали. Так что, может быть, это хорошо? Да, экономишь немного, если отказываешься от страховки, но получаешь много достаточно. Особенно ситуации, когда, ну, вообще самое ценное, то есть мы всегда всех туристов уговариваем, очень уговариваем, купите страховку от невыезда. Потому что, не дай бог, визу не дали, заболели. Ну и сам передумал, всякое бывает. Ну, сам передумал, страховка не покроет. А вот если там приняти справку там, в принципе, от любого врача, вы слышали радиослушатели, то вы вернете деньги, которые потрачены на путевку. Да. Кстати, а вот мы все о ваших предложениях, да, о ваших предложениях. А где вот лично вот вы, уважаемые гости, эксперты, проводите вот эти новогодние праздники? Я вот пойду в ЦСКА Гараж, Центр современного искусства Гараж, на арт-эксперимент. Он уже проводится четвертый раз, но я, к сожалению, какие-то обстоятельства мне все время мешали его посетить, но теперь я точно посещу его. Я уже все там подготовила, пойду 3 января. Вот. Ну, что такое Центр современной культуры Гараж, наверное, все знают. Это вот Дарья Жукова, жена Брамовича, придумала такую штуку. Вот. Он теперь находится в парке Горького, такой большой белый куб. Вот. И там проводится... Он похож на яхту? Нет. Понятно, что в кубизме яхта такая может быть. Вот. И там очень интересные штуки, потрясающие проводятся, вот в рамках этого арт-эксперимента. Вот в этот раз он будет идти с 2 по 19 января. Правда, билет стоит тысячу, немножко дороговато. Но тут пенсионеры бесплатно, дети до 5 лет бесплатно. И подросткам в половину цены. Можно бабушку отправить с дошкольником и сэкономить. И там в прошлом году там вообще там была комната с туманом. Попробую туман на вкус. Управляю облаком там с помощью веревочки. Были какие-то разноцветные ключи, которым нужно было открывать разные двери. И в каждом там ждало нечто, какой-то сюрприз. В этом году там пока тайна, покрытая мраком, что точно будет. Но известно, что этот белый куб поделят на несколько уровней. Будут такие конструкции, которые можно переходить вверх-вниз. Будут какие-то художники, иностранцы сделают какие-то инсталляции. В общем, там, но известно, что вот арт-экэксперимент все-таки для людей немножко творческого такой характера, который немножко такие Питер Пенны еще в душе с детством немножко еще не расстались. Ну и для детей, конечно, для подростков. А такие скучные, циничные там тети и дяди, наверное, они этого всего не поймут, и им сюда ходить не нужно. А вы, Сергей, куда отправляетесь? Или будете следить? Нет, я надеюсь, что все обойдется. Ну, в любом случае, всегда на связи. Мы улетаем на Тенерифе от Канарских острова. Вот, мы там были, так получилось, что прошлые два Нового года мы встречали в круизе, и были там на Тенерифе один день, да, сейчас мы решили заехать подольше. Ну, есть дети маленькие, да, и поскольку в течение года было очень много поездок деловых, да, то хочется все-таки им тоже немножко показать море, всяких животных, лемурчиков там в парке Лора Парк. Вот, так что мы к морю, не к самому теплому, но к морю. Ирина, вы до Грузии еще успеваете куда-то улететь? Да, 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 я улечу, и вот один из таких редких, наверное, случаев, когда я действительно буду проводить Новый год не в поездке в нашей, которую я часто сопровождаю с клиентами, а этот Новый год у меня будет с семьей, мы отправимся на Мадейру, и у нас запланировано, у меня уже ребенок побольше, и, в общем, мы будем заниматься серфингом, такая наша с прошлого года виндсерфинг освоена, вот серфинг для меня такая новая страница. Я вообще не знаю, чем виндсерфинг от серфинга отличается, как все от... Виндсерфинг, у виндсерфа есть парус, и, в общем, там у вас больше в каком-то смысле точек опоры, то есть это мной освоено, и это... Можно держаться за него, чтобы не упасть. Ну, да, мы будем на Мадейре, там нет ветра, но там прекрасные волны, поэтому там серфинг, вот это для нас, в общем, новая история, будем этим заниматься, будем заниматься фотографией, осваивать, в общем, мы тут приобрели в нашем путешествии в Японию новую камеру, вот будем ее осваивать, и потом у меня запланированы, конечно же, три встречи в разных городах Португалии с партнерами, потому что в 2014 году мы планируем путешествие новое в Португалию, в котором будет и гастрономия, и, в общем, такие там дегустации на виллах без электричества, очень аутентичных, и, конечно же, там там плиеры, история, искусство, там прекрасно. То есть успеете соскучиться по России и по Москве? За это время, ну, безусловно, конечно. Ну, я хожу всегда на связи. Хотите, я расскажу, где я проведу новогоднюю? Да, хочу, безусловно. Вообще не скромно, конечно, но, с другой стороны, это вполне вписывается в нашу программу. Я полечу на Камчатку. О, это мечта, это здорово. Я буду купаться при 40-градусном морозе в гейзерных прорубях. То есть это прорубь, которая согревается изнутри такими кусочками вулкана. Вот. Но там холодно, да. Там действительно холодно. Хотя Камчатка — это не самые северные точки, не самые холодные точки в России, но, тем не менее, там очень холодно и морозно, и можно здорово пострадать, если, конечно, не забывать. Не быть таким самоуверенным, как вот, знаете, из Москвы всё-таки прилетаешь на Камчатку. В Москве плюс один, плюс два. Ты, если чуть ли не в летней обуви здесь ходишь от метро до дома, от метро до работы, то там это действительно должно быть такая экипировка, которая должна тебя спасти от всего. А икра ложками? Это там? Это тоже там, да. Но икра — это всё-таки лососёвая, это ближе к Путине. Путина — это летний лов рыбы. Огромные тазики везде стоят, там куда-нибудь зайдёшь. Зимой там корюшка, тоже икра, но она меленькая, кстати, тоже лососёвая, это семейство корюшковых, это всё родственные рыбы, просто вот у корюшки, у зимней, у подлёдной рыбы это мелкая икра. Ну, тоже можно. И тоже даже ложками, только чайными. Вот, собственно, такие впечатления. Уважаемые радиослушатели, звоните 651099,6, может быть, хотите рассказать о своих каких-то местах, местах, о которых мы, может быть, даже не догадываемся, а то всё о современных и распространённых направлениях, но есть ещё куча мест, куда не ступала нога российского человека. Вот, кстати, развитие внутреннего туризма мешают, кроме дорогих авиабилетов, ещё что, по вашему мнению? Могу. Да, ну и сервис, конечно же, недостаточно. Почему-то у нас очень всё дорого, я не понимаю, почему. Почему там в Суздале какая-нибудь изба вот эта красивая, которых сейчас там много появилось, стоит дороже сильно, чем какой-нибудь там пятизвёздочный отель, не знаю, в той же Турции. Но в Суздале моря нету зато. Почему от Краснодара отвернулись, когда Турция появилась, потому что сочинские курорты, они перестали отвечать. А, кстати, всё равно, знаете, всё равно едут многие люди, они за гранпаспортажем, многие даже нет у наших россиян, просто особенно у старшего поколения, они не хотят, они привыкли, они будут слушать там хамство, снимать там угол у кого-нибудь, предпричивать тётушки, всё, они будут ездить. У меня тоже загадка, конечно, большая. Меня дети месяц этим летом провели в Анапе с бабушками, ну там бабушка без гранпаспорта, вот, они провели месяц там. На самом деле они в совершенном восторге, то есть они ещё были на Кипре этим летом, когда их спросили, куда вы хотите поехать в следующий раз, они, конечно, сказали Анапа, а не Кипр. А почему? Русской речи больше? Нет, ну там, наверное, больше всякой развлекухи, то есть вот меня повеселило, допустим, вышли только из отеля, сразу набежали товарищи с птицами, с этими, с обезьянками. Ну, такой быстрый кадр, мы не успели сообразить, то есть это было очень быстро, а каждое животное в кадре 200 рублей. Только успевали расплачиваться, наверное. То есть 800 рублей сразу просто сфоткаться, да, и это на каждом шагу, то есть, ну даже мелочи, вот мне было прикольно, там эти самые машинки, на машинах кататься. Сеанс 7 минут. Я в конце начал замерять, они через 5,5 минут тебя выгоняют. Ну, как бы мелкое жлобство, но нехорошо. Бизнес по-русски. Кстати, опять вспоминается фильм на туристическую тему, называется «Пеликан». В нем снялся Кустурица, он там впервые ни сценарий не написал, ни режиссер, а просто как актер выступил. По-гречески это «Ника Стратос». То есть рекомендую тоже посмотреть, там тоже вот эта ситуация, «Пеликана» приютили, вырастили, и за 10 евро фотографировали. 10 евро, 400 рублей, и 800 рублей. Это даже сопоставимо, не в пользу России причем. Я могу сказать тоже, а вот в выезде мы часто отправляемся с нашими, ну у нас уже такой клуб клиентов, по сути, многие друг друга знают, вместе путешествуем, мы еще в Москве тоже встречаемся на лекциях по истории искусства, курсах живописи. И мы с семьями уже, такими компаниями, отправляемся на уикенды, на пленеры. И вот целая история, конечно, найти, чтобы это было и место живописное, красивое, и чтобы там был достойный сервис, и чтобы это не превратилось, было не равно по цене, в поездку в Европу на те же выходные. Вот это большая целая проблема, потому что все, что более-менее нас устраивает по сервису, сразу выскакивает по цене не выше любого европейского отеля в центре Рима или Мадрина. А то, что вроде бы должно быть по цене отеля в Подмосковье с детьми на выходные, ну там останавливаться просто как-то... Опасно для жизни. Это не опасно, но тут хочется же удовольствия, в общем, получить от своего уикенда с детьми. То есть там очень, начиная там просто от запахов, которые ты получаешь, входя в этот отель, и там дальше все сопутствующие истории. Вот поэтому, наверное, если вы говорите, мы очень хочется, и очень много есть идей, направлений, куда хочется выезжать, смотреть, показывать, знакомить с историей, потому что это тоже такая наша задача, и, в общем, миссия некоторая, не только рассказывать о культуре и истории, выезжая куда-то, но и в первую очередь нужно себя знать. И вот каждый раз приходится... Вот эти программы мне приходится, если в какие-то за рубежом, я не всегда еду, чтобы просмотреть маршруты, то вот эти приходится ехать, отсматривать, не знаю, нюхать, пробовать. И только потому что клиенты, конечно, сложившиеся, они доверяют, и они ждут определенного уровня. Если мы ориентированы на иностранных туристов, то мы должны просто в разы поднимать уровень сервиса и транспорт еще, потому что даже доехать... Сейчас есть там Сапсаны, электрички, в общем, наши некоторые, даже очень обеспеченные клиенты, мы их уже приучили, они уже, в общем, понимают, что все-таки это комфортнее, чем простоять там 5 часов в пробке, ну, непредсказуемо, сколько можно простоять. И мы добираемся... Этапом из Твери. ...до того же Владимира, до того же Сергея в посаду, мы добирались на электричках, вот сейчас поедем в Тверь на Сапсане, там, в Питер и прочее. Но дальше там тоже начинается, в общем, транспортное сообщение, вот эти все там дальше. Внутри тоже, в общем, есть в этом некоторые проблемы. Мы продолжим обсуждать через выпуск новостей. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами. 65 10 99 6, можете позвонить. Год начинается с недели отдыха, а если еще к этому добавить несколько отгулов, то получится полноценный отпуск. Как и где его провести? С одной стороны, есть шанс уехать из Москвы, даже из России, и походить по европейским городам или позагорать в Азии. С другой, все более-менее доступные направления распроданы еще с лета. При этом отдых в самой столице, опустошенный от жителей, туристов и машин, может заиграть новыми красками. Я спрошу у Юлии, как лоббиста внутри российского и внутреннего московского отдыха. У меня есть что сказать. Наверное, в период массового отъезда не стоит как раз уезжать из Москвы. Мое мнение, что да. Вообще, мой самый любимый день это 1 января. Выходишь, например, ты на улицу, если не сильно ты себя не поберег перед этим, выходишь на улицу в 11 утра, и никого нет. Ты идешь, идешь, и обычно снег почему-то падает 1 января каждый год. Как бы ни было тепло, он все равно падает 1 января. Поэтому белому снегу ты видишь сзади себя только свои следы, впереди это белое поле, и нигде никого нет. Ты приезжаешь в центр, и там тоже никого нет. Это просто сказка и чудо. Я обожаю этот день. Привычки массово уезжать, что это обязательно надо уехать. Это признак хорошего тона, хорошего вкуса, что я уезжаю, все, пока. Я на чемоданах. Чикин в соцсетях? Да. Мне кажется, прекраснее гораздо уехать. Например, после того, как каникулы кончились вообще, когда приедут эти люди, толпы людей, город ими заполнится, и уехать, например, в 2-й плане января, это дешевле будет в разы, или в феврале. Так же, как и прекраснее уезжать, например, не на майские каникулы, а в сентябре, когда куча студентов, школьников и отдыхающих вернутся в Москву. Освободили пляжи. Да, еще заполонят. И насколько прекрасен город наш, как можно разглядеть, когда нет этих безумных толп, можно разглядеть там прекрасные улицы, дома, не знаю, это совершенно другая жизнь, другой город, прекрасное время, я его обожаю просто. Кстати, экономическая составляющая. Сергей, вот вы как гендиректор сети турагентств, вы вот насколько можете сказать, что в период массового отъезда дороже туры? Безусловно, цены повышаются, ну, 30-40 процентов? Да нет, побольше. Я думаю, что на некоторые туры раза в два. То есть, если, ну, допустим, вот опять же, начало декабря, низкий сезон, да, и новогодний праздник, это будет реально разница раза в два. А у меня здесь вот такой вопрос, всегда меня мучил. Причина повышения. Причина повышения в том, что иностранные контрагенты повышают цены нам на билеты и на отели, или просто на нас наваривают ступо российские туроператоры? Вот такой у меня вопрос. Это бизнес-составляющая, циничная бизнес-составляющая. Я хочу спросить. Ну да, Нет, мне интересно. Нет, ну, естественно, там на каждой цепочке все хотят зарабатывать, да, то есть, если вы поедете в Сочи, там то же самое, такси летом будет сильно дороже, чем зимой. В Сочи, мне кажется, уже никто не хочет ехать и никогда туда теперь не поедет. Поедут, поедут, уже скоро съездят разочек, посмотрят и разбегутся. Вот, так что, ну да, конечно. Сто процентов, это, конечно, сильный удар. Это еще одна причина не уезжать на новогодние и майские каникулы. А еще, я знаю, еще одну причину. Я бы тоже хотела высказаться. С другой стороны, ну а что делать? Да, у школьников каникулы, да, плюс, ну вот посмотрите, что творится за окном. Да, 21 декабря, самый короткий день в году. 10 утра ты приезжаешь на работу, еще темно. Ты уходишь, там, не знаю, на обед в 4, уже почти темно. Ну, к пример министру, Дмитрий Анатольевич так решил. Ну, хорошо, час у него, остальное. Все равно, ну, то есть, в любом случае, плюс 30 для большинства людей приятнее, чем минус 30, выступить таким между двумя этими высказываниями компромиссным, потому что, мне кажется, что верного решения здесь нет. На самом деле, прекрасно остаться в Москве, если вам сейчас этого хочется, и здесь есть чем заняться, и действительно, там, все, что было сказано выше, я присоединяюсь. Но при этом, вот, бизнес встает до середины января, это тоже понятно, и во второй половине января, когда там цены падают, нужно уже работать, в общем, есть некоторые там бизнес-задачи у многих, и они возвращаются к своим делам, и действительно, хочется провести многим время с детьми, а это тоже определенные там временные рамки, поэтому, конечно, тут каждый раз решение, наверное, принимает там семья, чего она хочет, и что сегодня ей там интереснее остаться в Москве, или поехать. А цены, да, в какие-то, ну, вот, хочу сказать, что в Грузию, например, январь мы едем, это не сезон для Грузии, например, цена на отель там ниже, чем мы ездили в сентябре, и, соответственно, тур наш несколько даже ниже сентябрьского получился, потому что вот такая история, да. Только в Грузии. То есть надо смотреть по направлению? Да, но при этом, вот я уверена, что люди, которые сейчас, которым захотелось вот сейчас увидеть Грузию, они приедут, им нужно сейчас это, они выбрали это, и я убеждена, что они приедут, и будут счастливы, очень довольны своим путешествием. и по качеству. К нам дозвонился Вадим. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Да. Рекомендуйте, пожалуйста, пляжный отдых вторая половина января. Израиль. Ну, хотелось бы... Камчатка. Скажем так, ну, Камчатки нет, просто хочется отдохнуть, купаться. Нет возможности, скажем так, в течение года куда-то ехать. Ну, Азия, наверное, да, Сергей? Спасибо, Вадим. Да, да, Ну, тут на самом деле информации недостаточно, чтобы понять правильное решение, да, это лечить тоже можно по телефону попытаться, но разные ситуации, да, сколько вас, кроме купания, что вы хотели получить, да, есть ли какие-то предпочтения, там, устроит ли вас перелет, там, 13 часов, допустим, да, или вы хотите лететь, там, не больше 4 часов, да, от этого, естественно, выбор зависит. Ну, вторая половина января, и пляжный отдых, видимо, такая, популярная Азия остается. Опять же, на 3 дня лететь в тот же Таиланд никакого смысла нет, да, в Эмираты можно съездить там и нормально покупаться. Мне кажется, он имел в виду отпуск полноценный. Ну, да, то есть в районе 2 недель, да. Ну, опять же, бюджет, да, мы не знаем, да, если бюджет там 70 тысяч на двоих, это одна ситуация. А куда бы вы поехали? 370. Мне кажется, на Чип Триппе на том же можно и Таиланд съездить. Ну, вот 100 тысяч рублей на двоих, 2 недели, хочется купаться. на самом деле Таиланд, я думаю, что будет оптимальный выбор. То есть азиатские страны, да, где-то. Сейчас вся Европа холодная пока, пока еще, даже самые Канары холодные еще. Ну, там можно купаться в январе, там дети мои купались пару лет назад, но в принципе, конечно, это так, не совсем пляжный отдых. Но возвращаясь к Камчатке, я не зря на самом деле сказал об этом, это нисколько шутка. А вот сколько стоит билет на Камчатку? Хотел бы я знать. А вот это самое интересное. Я лечу 2 числа, и мне, вот хотите верьте, хотите нет, перелет обошелся в 4 тысячи рублей. Не верим. Серьезно. А как? Павловск-Камчатский. Второго. Обратно я лечу дешевле, чем за 8 тысяч, я не нашел. А второго я лечу 5 тысяч. То есть, ой, 5 января. Мы про рубли сейчас говорим, да? Мы про рубли говорим. 4 тысячи рублей, это вот, если бы я летел 31 декабря или 1 января, мне бы это обошлось в 20, в 30 тысяч. И даже под 100 тысяч там остаются буквально крохи. А со 2 января вот мне вот досталось именно такие дешевые. То есть, если мы организуем свой отдых, то можно найти дешевые варианты. Почему я выбрал эти даты 2 и 5? Потому что до и после достаточно дорого получается. То есть, в Рождество люди возвращаются в Москву и там билеты дешевле 20 тысяч не найдешь. Так вот, как вот у меня это было вот в прошлом году, позапрошлом, когда я туда летал, там много людей собираются в раздевалки и идут вот на огороженные места, откуда вот бьют эти гейзеры. То есть, это полноценный, массовый, пляжный, зимний отдых. То есть, единственное, что у меня все фотографии, я, естественно, там раздетый, но голова у меня в шапке в зиме. А то есть, вы уже не первый год летаете, то есть, вот традиции так это... Ну, да, да, потому что я почему и лоббирую внутрь, российский туризм, ребята, раскроете глаза, не Турция и Египта, мы все едины. По поводу, вот мы сейчас рассказали об экономической составляющей, я бы хотел сводки МВД провести. Мы должны об этом вспомнить. И, кстати, опять вспоминается фильм, теперь на ум приходит плохой Санта. Отличный фильм. Небольшая заметка об особенностях криминала на Новый год. Российский полицейский утверждает, что преступлений в рождественские каникулы больше не становится, но криминальный быт все же претерпевает изменения. Именно в праздничные дни на промысел выходят грабители в костюмах Дедов Морозов. Ледовые катки становятся полем деятельности воров-карманников, а форточники отправляются на фишинг социальных сетей. В костюмах Санта-Клауса можно не только скрыть свою реальную внешность, но и обеспечить безопасный отход с места преступления. Мне кажется, какая-то инструкция. Также в новогодние праздники... Если кто-то догадался еще. Не продолжайте. Если кто-то не догадался, для чего можно использовать костюм Деда Морозова, послушайте нашу программу. Вот как узнают о том, что вы уехали из города, из соцсетей, ради десятка лайк, с комментариев, завидующих друзей, мы сообщаем о том, что уезжаем и надолго, а потом размещаем фото с места отпуска. Как бы то ни было, но злоумышленники мониторят все это. И принимают свои злые решения. У нас осталось 50 секунд. Разрешите, я вас представлю. Сергей Ватутин, гендиректор сети турагент С1001Tour, Юлия Петрова, основатель городского блога kozimoscow.me и создатель проекта mozen.travel Ирина Цуканова. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Спасибо. Желаю, чтобы он был не похож на все предыдущие и на будущее. Ну и надеюсь, что так как вы все-таки несете такой бизнес-составляющий, чтобы у вас было побольше клиентов, побольше отдачи, а у наших граждан было побольше времени для того, чтобы изучить все возможные предложения, не ограничиваться одними популярными решениями, где все включено, и благодаря сроковому познанию можно сэкономить приличные суммы, если не уезжать в период массового отъезда. До свидания. С наступающим. Спасибо. До свидания.